С гребки с карандашами, Саяц лежит в крышку, Он взглянет в крючку с плюшевыми ушами. Эти актеры не слышат аплодисментов зрителей, но видят и чувствуют радость и поддержку зала. На сцене Дворца культуры «Современник» выступает Московский театр не слышащих людей, не до слов. Этот коллектив появился около 20 лет назад. Выпускники одного из курсов специализированной Академии искусств решили, что им не стоит расставаться, и попросили своих педагогов сделать так, чтобы театр жил и дальше. И с тех пор, то есть оттуда начинается отсчет, и мы выполняем труппу выпускниками этой Академии разных лет. Актеры театра «Недослов» выступили на открытом инклюзивном арт-фестивале «Рыжая прищепка». Они представили детский спектакль «Коробка с карандашами», поставленный в жанре жестовой песни. В репертуаре труппы есть не только музыкальные спектакли, но и работы по произведениям русской классической литературы. Актеры играют на языке жестов, а для слышащих зрителей специально делают дикторскую озвучку. У нас, например, есть «Утиная охота», гран-при фестиваля в ГИК, аж в 2016 году. «Господа Головлевы», классика. Это лонг-лист «Золотой маски» 2021 года. То есть у нас есть спектакли музыкальные по военным песням, по песням Гаррика Сукачева. То есть разнообразный репертуар на разные вкусы, цвет, как говорится. Театр «Недослов» – один из примеров того, что для людей с ограниченными возможностями здоровья в творчестве не существует преград. Здесь они могут свободно самовыражаться и добиваться успеха. Творчеству во всех его проявлениях и посвящен фестиваль «Рыжая прищепка», который прошел в Заречном уже в третий раз. В нем приняли участие не только жители нашего города, но и гости из Пензы и Пензенской области. Кого-то видим уже не первый раз. Кто-то впервые примет участие в этом фестивале. Но однозначно не впервые почувствуют теплоту наших сердец, почувствуют наше зареченское гостеприимство. И, конечно, что-то возьмет для себя, чем-то поделится. Вместе мы непобедимы. Вместе мы можем все. И самое главное – мирного неба всем желаю над головой. Здоровья, счастья, новых побег. Самое главное, что люди с ограниченными возможностями могут гораздо больше, нежели люди здоровы полностью. Для участников фестиваля также провели экспертный час. В его рамках состоялась презентация методик работы с детьми с особыми образовательными потребностями. На встрече выступила Анастасия Гелева, приглашенный спикер из Перми, руководитель общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить». Формировать сообщество – это наша основная главная миссия. Потому что, когда есть ресурсы, это хорошо. А когда есть ресурсы, и мы можем объединить волонтеров, партнеров, благотворителей, мысли детей в том числе, учитывая, тогда у нас происходит совсем другая история и более интересная, и самое важное, приносящая колоссальный космический эффект. Анастасия Гелева представила гостям фестиваля «Особый букварь». Эта методика позволяет учить читать детей с особыми образовательными потребностями, давать им возможность общаться и взаимодействовать с миром. То есть, каждая картинка, которая есть, она анализирована с трех-четырех сторон – дефектологом, психологом, нейропсихологом, поведенческим аналитиком, для того, чтобы эта картинка понималась однозначно ребенком. Например, апельсин, если он без дольки, он воспринимается и как яблоко, и как персики, и если это в черно-белой печати, вообще непонятно что. Параллельно на площади за Дворцом культуры «Современник» работали творческие площадки. Все желающие могли принять участие в мастер-классах, а на открытой сцене выступали инклюзивные коллективы. Ксения Тризна, Денис Дубицкий, Телерадио, компания «Заречный».